Научно-испытательный центр Минобщемаша в районе Загорска. Работает завод по производству кислорода. Видны мостовая эстакада для транспортировки изделий из монтажно-испытательного корпуса, бункер управления и испытательный стенд. Из зоны испытаний эвакуированы люди. Корпус для проведения тепловакуумных испытаний. Он находится на расстоянии полутора километров от стенда. Стрелкой указано место, откуда проводилась съемка огневого стендового испытания. Стенд эксплуатируется с 1956 года. Предназначен для огневых испытаний крупных изделий в вертикальном положении. Высота 100 метров. На нем прошли испытания носителей кораблей «Союз», «Протон», боевые ракеты 8К-75, 15А-14. В настоящее время он реконструирован для проведения испытаний изделий 11К-77 и «Буран». На стенде «Блок» первая ступень ракеты-носителя нового поколения 11К-77 предназначенный для запусков автоматических и пилотируемых космических аппаратов военного, народно-хозяйственного и научного назначений. «Блок» закреплен к силовым пакетам стенда для удержания в момент испытаний. Это универсальный, унифицированный модуль, который также предусматривается использовать в качестве ускорителя первых ступеней ракеты-носителя «Буран» и перспективных носителей тяжелого и сверхтяжелого классов типа 11К-77, «РЛА-125», «Буран-Т» и «Вулкан». Осевая длина – 31,4 метра. Диаметр – 3,9. Компоненты топлива, жидкий кислород и керосин нетоксичны. За пять минут до запуска двигателя производится пуск воды для охлаждения лотка, высокой температурной струи газов, снижения шума. Расход воды – 5 тонн в секунду. Запуск двигателя и выход на режим номинальной тяги – 740 тонн. В секунду из сопел выбрасывается 2,5 тонны продуктов сгорания топлива. Вода, подаваемая в факел, испаряясь, образует облако пара, которое относится ветром от стенда. Двигатель 11D520 в четырехкамерной конструкции с качанием камер. Мощность на валу основного турбомасосного агрегата на режиме номинальной тяги в течение 100 секунд – 300 тысяч лошадиных сил, что соответствует суммарной мощности силовых установок четырех атомных ледоколов Сибири. Полезная мощность двигателя за то же время – 18 миллионов киловатт. Эта мощность – 30 днепрогресса. Он в 10 раз превышает по тяге двигатель RD-107 для ракеты «Союз». И, соответственно, в 5 раз для ракеты «Протон». Это самый мощный жидкостный реактивный двигатель в мире. Двигатель ТФ-1 для ракеты «Сатурн» в США имеет меньшую тягу и в полтора раза большие габариты. Так выглядят стенд и двигатель после испытания. Видны сопла и насадки для подачи воды. На изделии дистанционно проводятся заключительные операции по приведению всех систем в исходное положение. Как видно, материальная часть и стенд находятся после испытаний в хорошем состоянии. После демонтажа изделия стенд готов к следующим испытаниям. Продолжение следует... Продолжение следует...